привет всем сегодня наша встреча посвящена русской народной музыки русская народная музыка правда она написана и исполнена в америке но стала абсолютно русской народной музыкой точнее песней в какой-то момент времени я боюсь даже подумать о том хотя помню прекрасно это время что это произведение стало популярнее у нас в стране чем песня алла пугачёвой и валерия леонтьева вот даже такой бывает несмотря на то что музыка это американская вы сейчас поймете о чем я говорю вот об этой замечательной пластинке группа иглс орлы пластинка отель калифорния которая вышла в 1976 году и свела с ума абсолютно все население нашей страны молодое поживое среднего возраста мужчин женщин стариков и детей не было ни одной дискотеки не в одном сельском клубе где вы не звучала в какой-то момент времени эта песня ну а про радио я уже молчу особенно про fm радио которая появилась спустя многие годы после выхода этого альбома уже в 90-х понеслось 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 отель калифорния дон хенли вокал ударные перкуссия практически лидер группы бывает такое что барабанщик является лидером коллектива хотя все остальные тоже здесь лидер лидеры глен фрейм вокал гитара клавишный дом фелдер вокал гитара слайд гитара джо волш вокал гитара клавишные рэнди мейстнер бас и вокал группе 5 вокалистов это уже дорогого стоит это на самом деле даже круче чем бич бойс ну на мой взгляд вокал здесь удивительный вообще если говорить о группе иглз то начинать с отеля калифорния немножко неправильно но я начал потому что все знают эту песню и многие ошибочно считают группу иглз группы одной песни что просто ну совсем неправильно ну просто вот совсем 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 ну так случилось что эта песня у нас звучала отовсюду а все остальное написанное и записанное и спетая и сыгранная группа иглз не звучало практически нигде только те люди которые покупают пластинки или там компакт-диски или что-то еще сейчас интернетом занимается знакомы с творчеством группы иглз которая на самом деле если бы не написала песню отель калифорния все равно стало бы супер группы известной и любимой во всем мире что и происходит достаточно посмотреть видео концертов этой группы это фурор феерия фантастика это распроданные залы на месяцы и и месяцы вперед и так далее тому подобное наша группа на мой взгляд ее можно назвать идеальной настолько там все хорошо что ни одной зацепки ни одного худого слова ни одной зазубринки я там не могу найти сколько не пытался я такой человек что я всегда ищу какое-нибудь дермецо но здесь не нашел нигде другое дело что стиль группы может нравится и не нравится многие любят потяжелее многие любят погорячее а многие любят полегче так что тут вопрос уже что называется стиля а в смысле собственно группы это идеал 5 вокалистов пятеро виртуозных музыкантов невероятная гитарная игра аранжировки фантастические просто если говорить а вообще а гитарной игре если вы учитесь играть на гитаре или уже умеете играть на гитаре то послушайте внимательно иглз звук такой гитарный такой это это идеальный звук инструментов гипсон фендер и разных прочих вот идеальное звучание если в свое время я считал пластинку dark side of the moon тестовые вещи я тестировал аппаратуру на ней низкие высокие стерео базу все прочее то звучание гитар группы иглз можно считать тестовым звучанием хороших детал про отель калифорния собственно говоря немножко скажем да то многие не обращают внимание песня отель калифорния то в чистом виде регги или реггей как правильно говорить на мой парик привыкли регги абсолютная регги никто на это не обращать внимание все считают что регги это букмарли но более погруженные в процесс говорят про питера тоша и прочих 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 но на самом деле вот вам вот вам чистая регги отель калифорния правда это белая регги сразу можно делать сноску но это естественно музыкант это белые все-таки не с ямайки приехали печальная песня грустная и этим близко и сердцу русского человека сплошная грусть тоска и разочарование ну в америке поверьте те кто не был там поверьте на слово что там есть чему разочаровываться разочаровываться можно каждый день при всей грандиозности происходящего там и находящегося там и при всех кайфах которые там есть безусловно а раньше и было еще больше сейчас все меняется сейчас америка немножко другая сейчас не 76 год и даже не восьмидесятый фееричный и даже не 90 безумные совершенно вот я с 90-х только знаком с америка и последний раз этом был лет десять назад уже на излете десятых там еще все было хорошо хотя в конце десятых уже было не очень хорошо уже было значительно хуже чем в 90-х и я подозреваю что чем в семидесятых про сейчас я говорить не буду ничего вообще потому что потому что не хочу просто просто не хочу вообще ничего а это другая страна другая музыка другие люди другие отношения все было по-другому так вот печальная грустная штука разочарование от многого-многого-многого чему есть разочаровываться ну и конечно гитарное слово гитарное слово которую играют у нас джо волш пришедший на этот альбом в группу и собственно говорят дон фелдер штатный гитарист коллектива джо волш полуштатный человек хотя он очень много сыграл в иглз но вот это соло душераздирающие все его помнят многие пытаются его играть у многих это получается потому что ничего там особенно сложного нет она достаточно просто но вообще хорошее слово трудно сыграть любое правильно чтобы все звучало это большая работа это вообще нужно уметь играть на гитаре я никогда не играл это соло кстати говоря потому что я не лидер гитарист и даже не буду пробовать заниматься но тем не менее хорошо дальше помимо отеля калифорнии здесь прекрасные песни new kid in town хорошая лирическая life in the fast lane с дикими рифами джо волша гитарными wasted time не хуже wasted time реприза симфонический оркестр на следующий на второй стороне victim of love понятно что такое try and love again предпоследняя вещь опять-таки тестирование гитарного звука гитарное арпеджио сверху слова красота неимоверная и the last resort последняя песня вроде она простая на трех аккордах практически но там с небольшим отступлением но из этих трех аккордов группа вырабатывает настоящий симфонизм то есть песня превращается трех аккордовая в общем то в общем то достаточно не скажу банальная но достаточно такая похожая на все сразу песня превращается в симфоническое полотно хотя никаких там оркестров особенных не звучит но она такая широкая такая могучая такая раскатистая что просто идеальное завершение альбома но на самом деле иногда мне милее вот этот альбом следующий долон гран который вышел у нас чтобы не соврать 79 79 году он какой-то более цельный по песням как мне кажется качество песен не хуже но они как-то то ли скомпонованы более продуманно он он цельный вот все таки калифорния она немножко разболтана по материалу может быть от того что вот убой на этот первый хит а потом уже естественно как-то съезжаешь и начинаешь расслабляться хотя это не так остальные песни очень хорошие здесь но вот эта штука мне кажется более цельный более роковые вообще группа в 2006 году на калифорнии изменила немножко свой стиль в сторону такого стадионного рока ну я бы сказал стадионный рок с человеческим лицом потому что я не люблю вот этот американский стадионный рок он банальный скучный и достаточно пошлый уйглс получилось не пошло получилось здорово и здесь в общем-то все хорошо the long run начала спокойная такое относительно спокойное тоже с кусочками регги немножко привет из отеля калифорнии в гитаре немножко такие вот эрогийные штучки есть i can tell you why in the city мощнейшая вещь и просто 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 вот гитаризм гитаризм ну и конечно the disco stranger песня песню когда он не написал джо волш но поет стоп 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 нет поет дон хенли а где же по джо волшин the city поет правильно вот я их путаю иногда до гитаризм джо волша и здесь и здесь диско stranger это вообще это диско но такое диско которые играли примерно до rolling stones такое немножко издевательство на диско и все очень гитарно все очень громко все очень роково хочу tonight на второй стороне джо шуз изюмин главное этого альбома вот это до кинга кинка да хуй вот немножко похоже на джей джей кейла как мне показалось а вот джо шуз это убойный номер совершенно это так такая мрачная такая мрачная гитарная роковая штука все считают что иглс это кантри-рок ничего даже похожего нет здесь следующий номер тин из джейл эта песня вообще могла бы быть исполняема группой назарет или black sabbath что-нибудь вот где-то между назарет и black саббат она находится но здесь гораздо тоньше гораздо вкуснее гораздо интеллигентней хотя я не знаю подходит ли слово интеллигентность американской музыки вообще она не интеллигентная она просто хорошая это просто рок-н-ролл но вот тин из джейл это настоящий такой тяжеляк откровенный совершенно ну да сет кафе финале это просто десет кафе что тут скажешь песни наверно на мой взгляд самое не интересное всего вот этого альбома прекрасного который можно слушать от начала до конца и иметь в коллекции но но самые кайфы как всегда это ранние альбома первого у меня нет к сожалению дисперада прекрасный диск от начала до конца 73 год и просто начинаешь с дулин дэлтон с первой вещи роковой гитарной с вокалом который несется вперед рвется и конец первой стороны дисперада на разрыв просто песня она медленная лирическая но она на разрыв она просто кайфовая кусочки кантри здесь везде раскиданы благодаря берни лидону гитаристу группы который покинул иглс перед отелем калифорнии его заменил джо волш но вот лидон был специалистом как раз по вот этим кантри штучкам но здесь гитарного рока красивейшего звучащего кристально чистого очень много очень много он до года замечательный альбом тоже весь состоящий из коротких гитарных шедевров просто каждая песня для гитариста который занимается гитарой электрической это просто кайф я не найду ни одного гитариста электрического которому эта пластинка бы не понравилась потому что это просто идеальная игра на гитаре а точнее на гитарах когда их играет две три и когда разложены партии трех электрических гитар и все звучит и все кайфово он до года заглавная песня сложнейшие в аранжировке крутейшие песню тома вейтс они здесь играет all 55 очень хорошо просто очень хорошо ну и любимейшая вещь это вот это конечно это где где вот она что они они обе черные они обе черные их перепутал потому что слепенький я смотрю все славе что-то не то я взял булки вот она вот она конечно он уже знает one of the знает здесь замечательный арт-рок играет группа eagles instrumental journey of the sorcerer инструментальное произведение арт-роковая прогрессив настоящие играет группа eagles банджо с симфоническим оркестром представьте себе как это звучит банджо и симфонический оркестр и все это умно мрачно в меру серьезно и роково с такой подачей роковой что просто заслушаешься но и все остальное здесь просто очень хорошо начиная с one of the знает с первой песни и дальше 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 классический хороший гитарный рок которому нужно учиться если хотите играть конечно его ночи слушать получать удовольствие и учиться играть на гитарах так как играя группа eagles а как они поют какие у них бэки какие у них голоса это вообще уму непостижимо что они вытворяют на концертах как звучат они на концерте я не знаю так наверно не звучит ни одна из рок-групп вообще в принципе это идеальное звучание стиль может нравиться может не нравится но это так ну вот а об этой пластинке мы будем говорить отдельно long road to even 2007 год последний альбом группы и голос на сегодняшний день вот этот шедевр будет чуть попозже все пошел пить пока